Воскресенье Воскресенье Связи Вот Капфин Привет на секретной связи. Первое понятие – информация. Электропия. Элементарные подходы к энтропии информации, которые нам будут достаточно для того, чтобы объяснить, что вы решили. Давайте несколько примеров посмотрим. Все хорошо знают такую задачу. Задумайте число от единицы до тысячи. И задавая вопросы, на которые ответ только «да» или «нет», можно это число найти однозначно. То есть, вопросы задаются обычно. Больше 512? Да? Нет? Значит, мы попадаем в первую половину. Если меньше 512, опять делим по полу. Ну и так далее. Достаточно 10 вопросов, и мы точно определим это число. И, как вы видите, логарифм двоичный. Ну и соответственно, тут можно мерить информацию о количестве таких двоичных вопросов. Если есть вопросы, на которые можно получить ответ выбором из нескольких ситуаций, например, из десяти, то мы выстояли ее в это число. Ну, например, если вопрос будет такой, что, пожалуйста, скажите, какая первая цифра от нуля до девяти, какая она? Ну, ответ выбор из десяти вариантов. Если нам на этот вопрос дадут ответ, то за три вопроса найдем. Ну, за один первую, просто найдем первую цифру, за вторую, вторую цифру, ну и за третью, третью цифру. Соответственно, то есть надо, нам понадобится три вопроса. Мы предлагаем вывести три тысячи, и у нас точно равен три. Если мы будем делать деление по-другому, то есть не на десять число, не пополам, а, скажем, выбор будет, возможно, у нас один из трех, то надо будет тогда для поиска такого числа примерно логарифм в основании три этого числа. То есть информация измеряется в количестве таких выборов для поиска числа. Ну, это самый худший случай, когда, то есть любому, как бы не распределилась вероятность на этих числах, мы всегда найдем число, вот здесь задуманное из тысячи, с вопросами, которые предполагают два ответа, всего-то нет, за не более десяти каких-то. Ну, есть ли у нас такие вероятности? Давайте рассмотрим пример более простой. Вот у нас будут числа, скажем, один, два, три, четыре, пять, шесть, один и десять. Ну, если с одинаковой вероятностью будет подвоечный поиск повести чуть-чуть больше трех, где-то одно. примерно три, три. Точнее, там будет три, двадцать и два. Вот. Это в самом ключевом случае. Но если у нас вероятности появления этих чисел разные, ну, скажем, первого будет одна шестнадцатая, одна шестнадцатая. Не одна десятая, как право вероятного случая. Одна шестнадцатая, одна шестнадцатая, одна шестнадцатая. Одна четвёртая и одна четвёртая. Ну, сумма этих всех вероятностей равна одна вторая. Ну, и мы сделаем тогда алгоритм несколько по-другому. Будем задавать вопросы не по балански, а в соответствии с вероятностями. вот если меньше... Первый вопрос. Меньше это... Ну, опять же, мы хотим угадать задуманное число от одного до десяти. Пользуясь двоечными ответами, которые нам может дать тот, кто это число заданет. Вот. Соответственно, первый вопрос будет меньше восьми. Меньше или равно восьми, или меньше. И ответ будет, если... Да, меньше, то все остальные числа... То задуманное число среди первых восьми. И мы тут уже знаем, что двоичные деления мы найдём за три попутки здесь. То есть делим пополам в этой половине, либо в этой половине. Следующий будет вопрос и следующий получен ответ. И делим пополам каждую, где бы ни оказалось здесь и здесь. То есть когда мы найдём пару, в которой находится число. Ну и дальше уже третий вопрос будет, соответственно, из этих двух выбор. То есть у нас получается первый вопрос. Второй вопрос делит, соответственно, выбирает половину здесь. Третий пару выбирает, и четвёртый выбирает уже пару из двух. То есть будет четыре попытки. Если же окажется, что первый ответ будет больше восьми, то мы сразу попадаем в выбор из двух всего лишь чисел, которые будут сделаны за одну попытку. И мы получим с вероятностью одна-вторая четыре, плюс с вероятностью одна-вторая, то есть по формуле полной вероятности будет две попытки. Ну и получается двух второй выбор, получается три ответа. То есть в данном случае мы найдём быстрее это число, если будет неравномерное распределение. Ну и смотрите, кстати, если мы посчитаем какую величину сумма, если мы обозначим эти числа P1, D2, P1, D2, P1, D2 и так далее, P, E и P10. Ну и сумма PI, логарифт единица на PI, логарифт единица на P1, D2, P1, D2. Ну он будет равен. Восемь помножить на одну шестнадцатую, то есть восемь штук, помножить на логарифт двоичную, мы считаем на деление по два, шестнадцать единиц, одну шестнадцатую плюс оставшиеся два помножить на одну четвёртую и на логарифт двоичную четвёртую. Ну и получается у нас идти. Получается одна вторая помножить на четыре плюс одна вторая на два и равняется три. То есть тот же самый ответ. То есть информацию мы можем измерять вот в количестве таких вопросов и в количестве наших действий, которые требуются для того, чтобы узнать, найти какой-то элемент или найти число. Ну, то есть... Ну так же информация у нас будет связана... Извините. Не держится. Информация у нас будет связана так же интуитивно, можно считать, что редкие события. У нас дают больше информации, если мы знаем, что они произошли. Чем это событие, которое почти всегда должно произойти. Например, если мы скажем, что в этой зиме замерзал Нил, то это, в общем, событие очень вероятное и особое, так скажем, удивление никого не вызывает. А если мы скажем, что в этой зиме замерзал Нил, то это уже событие, которое очень редко вероятно. У всех появится к нему интерес и информации больше будет. Ну и были действительно случаи. Еще один назад, там, в 2011 году, замерз Босфор, и Нил замерзал. Ну, лед, по всякому случаю, на нем был. Ну, очень редкие события, они содержат больше информации. И вот Харкин предложил, собственно, давайте теперь несколько более форматов. Пусть имеется множество, которое мы будем называть множество произвольное. Х, Х1, и так далее, и Хn. Природа элементов совершенно не важна для нас, для теории информации и теории энтропии, которую мы будем рассматривать. Но использовать мы будем его уже с конкретными элементами. И в чеклавных вопросах именно с такими конкретными элементами она и энтропия используется. То есть, на это множество будет задана мера вероятность. Мера П1, П1. Ну, П1. Это у нас будет вероятность Х1. Ну, и сумма П1. И это единицей ДРФ равняется единицей. Вот, вот это множество Х сферой П, будем называть вероятностью энсамбы. Ну, опять же, элементы многостого могут быть любые. Если числа это, то мы имеем в виду, есть просто дескретную и случайную величину. Соответственно, вероятностей. Законного распределения вероятностей. Здесь мы будем чаще всего, ну, в теории Шено, ну, по крайней мере, под элементами иметь в виду сообщения. Сообщения, и, соответственно, Х, это множество всех возможных сообщений, которые будут отправлены. И в этих сообщениях содержится некоторая информация. Вот, логарифм единица ДРФ это собственная, называется, называется собственной информацией Х1. Ну, если это элемент Х1-сообщений, то это понятно. Собственная информация в Х1. Ну, и если мы хотели бы рассмотреть информацию, содержащуюся во всем этом, множество смер и вероятность ансамбля, то нам, естественно, просмотреть среднюю информацию. Среднюю информацию. Обозначается АХП, ну, и просто АП. Собственная информация. Собственно, это будет сумма ПИ. Каждое сообщение скепторы вероятности выбирается. В этом примере может быть выгнана эта сообщение скепторы вероятности. На логарифм, на логарифм единица поделить на ГПИ. И объединиться до Н. Вот, собственно, это среднее. Давайте теперь после такого некоторого объяснения, почему выбрана такая информация. То есть выбрана, во-первых, вот собственная информация, единица на Т. Чем более редкое событие, то есть вероятность тем меньше, тем больше эта величина. И выбрана логарифмическая, а не какая-то другая. Она дальше очень становится удобной. А именно количество информации, если мы постоянно имеем дело, с последовательными символами какого-то логарифма. Ну и понятно, что количество информации в этой последовательности будет расти в экспоненте по отношению к имени. Поскольку число текстов будет в степени Н некоторой величины, то есть по экспоненте расти. Поэтому информация в этом конкретном сообщении как раз единицей логарифм, единицей на Т. Ну и давайте теперь в несколько более формальные обозначения введём. Введём так, так. То есть определение, определение энтракии. 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 Энтракии называются сейчас неопределёнными. ЭнтракияNo. Энтрака Радиус все-таки запишет. Х равняется некоторой множеству. Двольная перегонка множества у нас не важны. И, соответственно, ПИ это, говоря, в конструкции. Думан ПИ равняется единицей. Единицы дают. Энтерапия вероятностей ансамбля называется. Величина такая. Обозначается, вот как я описал, АХ. И иногда добавляют В. Если у нас есть необходимость указать на разные, у нас ансамбли с разными вероятностями мира, надо указать еще на меры. И равняется единице, то есть минус ПИ, на логарифм ПИ, если не вычитает. Ну, то есть это, как мы видели, просто средняя собственная информация. Если мы минус отсюда из-под логарифма вынесем, то вот как раз появится перед суммой, а здесь будет не единица на ПИ, а просто ПИ. Вот называется такая величина. Ну, и при этом, при этом функция, вот, АХ, если я рассматриваю как функцию ПН, то непрерывно, непрерывно, по ПИ, когда ПИ все у нас от единицы и до нуля, непрерывно. Ну, отсюда следует, отсюда следует, ну, по определению, как скажем, следует. В определении, что логарифм нуля, он определяется как раздел, П, принявшимся к нулю, сверху, и П, по логарифм П. Ну, и вот, мы легко посчитаем с помощью правил логарифм нуля, это логарифм нуля. То есть, если у нас в этой сумме попадется какой-то ПИ нуль, то есть и здесь нуль, и здесь нуль, то формально логарифм нуля не существует, но мы это определяем полностью, с учетом ее непрерывности, которая требуется, и тогда ноль логарифм нуль просто предполагается, что равен нулю. То есть, мы можем здесь, в этой формуле, считать и те случаи, когда ПИ некоторые равны нулю. Вот. Теперь какие основания все-таки? Для построения этой теории, в которой будет выбрано основание, не важно. Мы уже видели, что можно для оценки вот числа выбора для поиска какого-то элемента брать модель с значными отметками, брать модель с десяти значными отметками, что соответствовало логарифму по основанию два или логарифму по основанию десяти. И получались разное количество действий, которые мы должны совершить, чтобы найти этот элемент, и соответственно, именно количество действий определяло количество информации. Ну, для построения теории неважно. Ну, конечно, используются на практике разные основания. Используются. Используются. Основание. Основание. Логарифма. Два. Ну, и тогда, единица. Основание. Логарифма. А равная 2. Единица измерения интерфии и информации бит. А равняется 2. Единица. Измерение называется НАТО. А равняется Е. Основание натуральных новоритов. То есть примерно 2,78. И единица. Тут называется, простите, ГИД. А здесь НАТО. Далее, в большинстве этих теорий интерфии используется основание 2. По крайней мере, в информационной сфере. В физике используется часто 10 оснований. Далее, основание логарифма. Основание логарифма. А равняется 2. Будем здесь считать. И не писать. И соответственно, нейтропия или неопределенность будет измеряться у нас в видах. Свойства интерфии. Ну давайте, во-первых, посмотрим x всего лишь из двух состояний. x1 и x2. Ну и соответственно, у нас будет вероятность x1. Вероятность x2. и �. P2. U2. Энтеропия, H at x. Когда у нас будет равнарина минус p1, на логарифму p2. Давайте рассмотрим функцию. Рассмотрим функцию. А от P1. Поскольку P2 это 1 плюс P1, то, соответственно, это у нас функция. Можно рассматривать как Px от P1. Ну, естественно, P1 у нас от единицы до нуля. Или лучше сказать, как нуля до единицы. То есть вот здесь мы будем откладывать P1, а здесь P1. 0, 1, 1. Соответственно, когда P1 равняется нулю, значит, этот элемент, это слагаемое, равняется нулю, и это по определению тоже зависит. В нуле минус. В единице. Когда P1 равняется единице, этот элемент равен нулю, и тут P2 равняется нулю тоже будет единице. Вот двух точек. тогда P1 равняется 1, 2. А от 1, 2. Ну, равняется тут. минус 1, 2. На логарифм 1, 2. Ну и еще раз минус 1, 2. На логарифм 1, 2. Ну и равняется, соответственно, равняется единице. то есть в этом случае, в случае, когда равновероятно эти два исхода, то в этом ансамбле с двух элементом содержатся энтопия и информация. То есть, когда, допустим, это рассматривают как событие, то пока события не произошли, или не были перевернены эти сообщения, есть неопределенность. И неопределенность равняется вот 1 P. Когда они пришли, эта неопределенность снимается. Мы уже точно знаем, какое событие произошло, и какое сообщение мы получили. И информация, когда в этом ансамбле тоже считается 1 P, то есть равная количеству снятой неопределенности. Ну а далее, в остальных областях, если вы возьмете первое и второе произведение, то увидите, что она ведет себя вот так. Очень похоже на парабону, только здесь, в этих точках, производная стремится, ну, парабола она была под некоторым углом, а здесь она стремится к бесполечности. Вот, то есть, энтопия и гид – это как раз вульбар из двух равновероятных элементов. х будет всегда больше 0 и меньше или равна логарифм n. Ну, на этом примере мы видим, что единица как раз есть логарифм 2 у нас. Логарифм n. Ну, и, соответственно, а от х равно внизу. Ну, тогда, не только тогда, когда существует, ну, и он обязательно единственный будет, элемент существует, ну, и, естественно, ну, и, естественно, получится 0. Ну, и а от х максимально значительно принимает, если у нас N фиксирует, то изменяется только вероятностью, максимально когда и только когда когда π все равны соединяться на n, и соединяется далее. Максимально и в этом случае этапа x равна логарифм n, это числа элементов. Таким образом, энтропия или информация, если мы сравним информацию, как снятую энтропию и снятую неопределённость, она может быть больше неимится, и может быть как угодно больше. Давайте теперь мы рассмотрим два ансамбля. Пусть заданы. Ансамбля. x, b, вот один, соотношение один, y, q. Соответственно, y у нас это будет некоторое другое множество. x, y, m, y, m. Соответственно, вероятность y, j, обозначена y, j. Ну, это у нас, соответственно, для того, чтобы эти ансамбы были заданы совместно, и можно было рассматривать их связь, надо их задать совместное распределение. то есть распределение, вероятность того, что x, y, j, вероятность x, y, j, то есть что у нас совместно будет выбрано, например, x, y, j, это будет b, j. Ну, и, соответственно, сумма b и j по i от единицы за n и по j от единицы за n естественно равна единице. то есть вероятность задана вероятность задана на декактовом произведении на это множество, состоящее из всех пар декактового произведения x, y и x, j из всех этих пар и от единицы за n и по j от единицы за n соответственно ну, и если мы посумим отдельно сумму возьмем p и j и посумим по e от единицы за n то мы получим q, j ну, если мы просумим по j от единицы за n то получим p и ну, это совместно заданы два ансамбла ну, или, можно сказать, заданы один ансамбль вот состоящие из числа элементов равны произведению количества элементов в каждом ансамбле вот когда энтропия то есть можно рассматривать это как новый ансамбль энтропия энтропия ансамбль ансамбль x, y вот с нерой с вероятностями X, P, Y, G, R, B, F, G. Это задание, мы будем называться в А. Определяется тогда по исходной форме. По исходной форме определяется только следующим образом. H, X, Y, здесь просто вероятности заданы на всем ансамбле, на всех парах. Ну и будет равна, ну, минус, во-первых. Сумма по P в единице до ряда, сумма по G в единице до ряда, P и G. Сумма по P в единице до ряда. Центрапия совместных ансамблей. Вот. Ну и тут, если ансамбль, если, как обычно, X, P, ну а ансамбль Y, вот U. Независимым, то есть независимым называется, естественно, независимым или независимым. Когда и только когда, когда для любых И, G, P и G равняется P и U. Ну, то есть, для любых И, G, вероятность X, Y, G равняется отдельной вероятностью разъединения вероятности X и вероятности Y. Давайте это обозначим 3 определения и 4. Ну, если 3-4 сразу следует утверждение. Если ансамбль независимым, если если от X и от X, P, то есть X, P, и Y, Q независимым, независимым, то совместная энтропия X, Y, которая обозначается просто вот так вот, через этапию, а X, P, будет равна тогда сумме энтропии отдельно энтропия X плюс энтропия Y. и вот это важное единственное свойство и что для независимых ансамбля совместная информация, которая пишется через ансамбля а вообще-то энтропия вот такого ансамбля если и логарифмическая функция в этом смысле можно сказать единственная функция которая будет обладать и доказывается это очень дорого а именно когда они независимы P, если равняется произведению P на хуже логарифм произведения равен сумме логарифм остается только разнести P и хуже и тогда у нас получится сумма ну более важное пожалуй здесь у нас будет понятие условной энтропии давайте перерык